Виктор Миротворский работает диджеем более 10 лет. Все началось в шестом классе, когда молодого человека пригласили поиграть музыку на школьной дискотеке. Когда вот первые разы выходишь, тоже выступать, ну это же по сути и есть выступление, это волнительно, к этому нужно готовиться, морально себя подготавливать. И при этом при всем нужно чувствовать людей, которые танцуют, понимать то, что им нужно. При этом совмещать разные стили, не играть там, допустим, в одном стиле, а как-то разбавлять толпу. Диджей должен не только уметь грамотно составить непрерывный музыкальный плейлист с переходами между треками. Его главная задача – создать гостям настроение и зарядить позитивом публику на танцполе. Красивая подача должна быть. Во-первых, это большой материал должен у тебя быть, который ты знаешь, этот материал. Уже как бы ты его играл и уже понимаешь, как люди на него реагируют. Потом правильная подборка под людей. То есть, когда они танцуют, ты смотришь, как они двигаются, ты сдаешь им ритм. Диджейнг продолжает набирать популярность среди молодежи еще не так давно. Это музыкальное направление было для многих новым и малоизвестным. Но с каждым годом все больше юноши и девушек мечтают видеть себя за диджейским пультом. Вообще в народе его путают. Многие думают, что это музыкант-композитор, который пишет музыку. На самом деле это не так. Диджей – это тот, кто делает микс, тот, кто сводит треки. Диджейнг не преподает в учебных заведениях. Эту профессию можно освоить самостоятельно. Достаточно иметь при себе необходимую аппаратуру и желание постичь творческое и интересное направление. Редакция нашего канала поздравляет всех диджеев с профессиональным праздником и желает побольше хорошей музыки и зажигательной публики на танцполе. Ирина Ушегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.